Главком Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Бондарев вручил победителям соревнований «Авиадарт-2015» кубки, медали и ключи от автомобилей. На церемонии присутствовала вдова пилота Игоря Бутенко, погибшего 2 августа во время показательного выступления авиационной группы высшего пилотажа «Беркуты». В память Игоря Бутенко была объявлена минута молчания. Виктор Бондарев вручил Ирине Бутенко ключи от автомобилей «Форд Фокус» и букет «Алых роз». Российские лётчики заняли первые места во всех десяти номинациях конкурса и стали лидерами общего зачёта. На втором месте находится Казахстан, третий — китайские пилоты. Всего в конкурсе было задействовано более ста лётчиков, 12 типов самолётов, вертолётов и три аэродрома в Рязани, Брянской и Калужской областях. Благодаря нашим соревнованиям узлы дружбы будут крепнуть не только между вооружёнными силами наших стран, но и народами наших стран. Виктор Бондарев подчеркнул, что лётчики в очередной раз показали всему миру и народам своих стран, что небо прикрыто и находится в надёжных руках. Главком поблагодарил участников за то, что соревнования прошли в бескомпромиссной борьбе. Только лётчики и те, кто связан с авиацией, понимают, какой этот труд — дойти до того уровня, когда можно вылететь на полигон и выполнить с отличным качеством поставленную задачу. Мы это всё прошли. Прошли с честью и достоинством. Золотые призёры получили автомобили марки «Форд Фокус», занявшие вторые места «Форд Фиеста». Обладатели бронзовых медалей увезут соревнования квадроциклы. Соревнования достигли своей цели. Это, прежде всего, выучки. Показано, что для лётчика, если он на самом деле готов, то ему без разницы, на каком полигоне работать. И он показывает именно мастерство, к которому он дошёл в процессе лётной службы. Иностранным командам из Китая и Казахстана ещё предстоит преодолеть более 5000 километров, выполнив промежуточные посадки в Новосибирской и Саратовской областях. Наибольшее расстояние свыше 8500 километров преодолеют экипажи из Дальнего Востока.